Общественная палата Ленинского городского округа. Хотели бы, соответственно, с вами пообщаться с точки зрения существуемой в вашем деятельности. Сезон летней торговли в разгаре. На прилавках овощи, ягоды, фрукты. Но так ли они свежи и безопасны для здоровья потребителей? Чтобы это выяснить, представители Общественной палаты муниципалитета вышли в рейд. Посетили несколько нестационарных объектов в шестом микрорайоне. В одной из функций Общественной палаты деятельности является как раз общественный контроль. Мы понимаем, что сезонная торговля у нас ежегодно развивается. Соответственно, вот проявили инициативу наши коллеги, для того, чтобы посмотреть, кто на каких основаниях, где работает, чем торгует, все ли соответствует требованиям потребителей и законодательства. Внимание обращали на документацию. Наличие разрешений на торговлю, книг, жалобы, предложений, медицинских справок у продавцов. Попросили реализаторов как можно чаще перебирать товар и избавляться от порченной продукции. За чистотой, каждую минуту следим за этим, чтобы люди были довольны. А люди и правда довольны. За время проведения инспекции общественники успели пообщаться с покупателями, которые рады наличию таких сезонных точек торговли. Это очень круто. Это лучше, чем где-то в магазине покупать в той же самой пятерочке. Это можете выразить, если хотите. А это очень даже свежий продукт. Мне очень нравится. Помимо всего прочего, члены Общественной палаты обращали внимание на внешний вид торгового объекта. Чистоту вокруг, стабильность самой конструкции, дизайнерское оформление. Мы сегодня увидели, в принципе, порядочные точки. С года в год мы приводим это в соответствие. Общественная палата работает, общественный контроль, жители. Потому что по инициативе жителей, естественно, мы выходим. И сами, конечно, много чего видим. Но уже и в этом году мы видим, что они не выходят за зоны торговли. То есть они все находятся внутри. У них уже есть все необходимые документы. И уголов потребителя, и товарные накладные, и патенты. Как отметили общественники, нарушения были, но незначительные. Дали предпринимателям определенный срок все устранить, после чего намерены организовать повторную инспекцию. Юлия Погласен, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. ВиднетВ.